Праздник весны, красоты и мужского внимания. Международный женский день – один из самых нежных, трогательных и красивых праздников. Героиня нашего следующего сюжета не просто женщина. Она многодетная мама, заботливая жена и настоящая хозяйка. Многие думают, что быть домохозяйкой – это просто. Не нужно рано вставать и ходить на работу. Люди, которые так считают, наверняка никогда не оставались дома с тремя маленькими детьми. Только на первый взгляд кажется, что это просто. На самом деле работа домохозяйки – тоже тяжелый труд. Но для Софьи, Жерновой, матери четверых детей, несмотря на трудности, такая работа только в радость. Дети ходят в школу, ходят на дополнительные занятия. Я практически все время нахожусь с ними, поскольку детям нужно очень много внимания. Я занимаюсь с ними, вожу их на всяческие кружки, дополнительные занятия, со школы в школу. В этом и состоит моя работа. Нигде я, конечно же, не работаю, потому что это невозможно, как вы понимаете. По-другому я свою жизнь не представляю. Когда иногда они бывают у бабушки в гостях, мне кажется, что дом пустой и кого-то не хватает. И буквально к вечеру я уже начинаю скучать. Мне, например, скучно становится от того, что их нет дома. Самая маленькая в семье Жерновых – Катюша. Ей всего годик. Старшая дочка Маша в этом году пойдет в первый класс. Младший сын Семен учится в пятом классе. И самый старший сын Александр уже работает. 8 марта София Жерновая планирует встретить в кругу семьи. И это для нее самое главное. Она никогда не ждет от мужа и сыновей каких-то особенных подарков. Для нее этот день такой же, как и все остальные. Как и будни. В принципе, я говорю, что для нас что будни, что праздник. Семья, когда большая, всегда готовишься на стол много. И это не значит, что это что-то особенное. А вообще спокойно отношусь к 8 марта. Потому что уже не считаю, что это такой великий праздник. Главное, что семья была жива, здорова. Дети были в порядке. Мужчины в этой семье все-таки готовят ей сюрпризы и подарки к празднику. Младший сын Семен поделился с нашей съемочной группой, чем он хочет удивить маму в этом году. Я хочу в этом году маме подарить разделочную доску, которую я делал тоже сам. Только она будет не простая фанера, а там будет больше разукрашена. Она будет сильная и покрыта будет лаком. И я хочу не открытку уже, я хочу сначала цветы подарить, а потом эту доску. Я хочу маме пожелать прекраснейшего здоровья, потому что ей его не хватает. И нас много, и оно очень нужно. Здоровья, мама красивая, но тоже желаю ей красоты. И чтобы она не только на нас уделяла время, но и на себя. Потому что она на себя тоже мало уделяет времени. София Жирновая считает, что 8 марта – это хороший повод порадовать слабую половину человечества. И не обязательно дорогим подарком. Главное, чтобы он был от души. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа События.